всем привет решил я сделать небольшой урок возможно их будет больше возможно не обещаю но небольшой урок потому как создавать моды проекте зомбой игра project зомбой в которой можно создавать моды вот так почему я не обещаю что будут еще уроки но даже не уроки я буду показывать как я к примеру для себя это делал потому что потому что нет времени а так как я сейчас иногда утром зачитываю эту книгу на фоне игра зомбой плюс большое желание было у одного из подписчиков ну и так как это сейчас все вместе говорится куй железа пока горячо поэтому и решил сковать его тем более первый мод он не сложный ну и плюс у меня возникли потребности потому что в зомбой хорошо играть начал играть и играешь играешь там день за днем а у меня получается только утром там 20-30 минут в зависимости от того насколько я начитаю соответственно иногда приходишь думаешь что ты делал это долго это растягивается и у меня возникла потребность написать небольшой мод для себя в котором я буду читерить ну ну да читы это плохо это грех это ну даже не знаю как еще сказать но возможно кто то скажет что это не интересно я скажу что мне это интересно возможно скажет что это не честно я скажу да это не честно но мне это интересно ну короче вот так ну помимо читов конечно же моду моды позволяют ну сделать очень много но по крайней мере в этой игре и почему именно для этой игры потому что там один из подписчиков писал по поводу rim world и я не разбирался но он написал что-то там html что-то еще короче это очень интересно здесь луа язык соответственно это луа был одним из кандидатов который ну из кандидатов для курсов в по языку этому потому что у меня есть по сиси плюс плюс у и и следующим ну если бы было время то это был бы луа в котором мне бы самому нужно было бы еще разобраться поэтому поэтому я особо еще не разбирался в нем ну короче приступим первое первое ну вот у меня в репозиторию меня там уже 14 репозиторий в там много всего есть есть у меня вот такая репа project зомбой мы сейчас его склонируем этот мод я описал на другом ноуте поэтому на этом еще не запускалась поэтому делаем вот так вот гид клон как там блин а как вставлять контроль shift insert вор сейчас клонируем склонируем эту репу ну и дальше пойдем второе смотрите я где-то в интернетах нашел луа development tools ну или луа идея можете ей воспользоваться это такой порезанный клипс порезанный клипс но кто совсем не знаком с языком луа даже чтобы протестировать простейшие вещи там типа hello world написать или еще что-то то как раз можно вот воспользоваться вот этой дешкой здесь он можно выбрать язык луа ну короче можно полу а я ничего не буду особо рассказывать потому что я сам особо его еще не знаю поэтому поэтому и буду только рассказывать в контексте вот этого нашего мода так отчеток долго там же немного файлов так друг друг бог давай до свидания так что нужно что нужно но сейчас у меня репа выкачается так какой-то ретро и connection странно так там ссылочки должны были бы елки-палки чушь так долго 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 выкачиваешься моддинг даже ничего нету скорость не очень файфая так ладно я тогда нажму на паузу сейчас подождем пока она выкачается или хотя не буду нажимать час так подождем короче что нужно для написания модов но какие-то навыки программирования конечно же нужны это раз не такие конечно же как для написания проектов на сиси плюс плюс но это скриптовый язык луа но тем не менее нужно что-то знать и что-то уметь дальше было написано то есть я чем я руководствовался есть одно руководство она небольшое это понимает разработчиков она не полная но коротенькая но я его взял дальше я брал качал какие-то моды и смотрел как сделано там то есть особо не вникает детали ну то есть мне нужно было сделать там простые вещи то есть включить режим призрака ну типа невидимости ну и там по горячим кнопкам добавлять там топор это то что всегда нужно и эффективно против зомби там этот кувалду бензина ну если а я не если я точно буду там генератор использовать там газ еще что-то этом добавлял вот и все то есть довольно простой мод так вот надо луа не обязательно хорошо знать вот можно вот в таком режиме как я постепенно знакомиться где-то было написано что можно этот зомбой декомпилировать так как он написан на джаве но этим я заниматься не буду и не хочу потому что ну для этого для модов есть луа поэтому никакой не компиляции не будет елки-палки что такое что-то с интернетом так сейчас я нажму паузу и попробуем переконектиться с помощью телефона во все получилось все получилось так смотри у меня здесь есть вот один мод lesson 1 чё первым делом надо сделать давайте я скопирую я писать это не буду я думал сначала так в режиме писанины то есть строка за строкой писать но это очень долго и и возможны проблемы где-то буковкой ошибся и ладно смотрите нужно пойти туда где лежит папка zomboid ну обычно сама игра лежит отдельно ну есть это windows там программ файл с там туда-сюда если это linux то тут точечка steam сама игра а для сохранялок и и модов создается отдельная папка ну типа в корне вот у нас zomboid переходим в mods и вот здесь я скопировал чит меню это такой мод ну и сейчас скопируем свой так 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 где тут как тут вот так да еще надо вот так создаем папочку ну у меня это будет папочка cpp просто мод вот скопировал какая структура смотрите файлик мод info дальше media луа клиент потому что здесь еще может быть сервер и еще что-то мы сейчас пока то есть для сервера тоже можно создавать моды если создавать свой сервер запускать писать моды довольно таки интересно было бы если бы может но написать там моды для торговли с игроками ну и кучей всего может быть когда-нибудь дойдем но маловероятно короче структура да какая у нас папочка вот здесь у нас моды лежат в этой папке там называется наш мод какой-то дальше мод инфу это понятно медиа луа клиент и собственный файлик дальше 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 по поводу и до ешки да вот я нашел туда нашел и сейчас мы непосредственно откроем откроем те два файлика где она вот забоет вот себе просто этот откроем и еще один медиа луа клиент и а д д и так 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 сейчас секундочку ну можете посмотреть я увеличу шрифт мне не нравится такой шрифт блин а где он или вот тут по моему вот был вот тут да вот видит 16 и play и это тоже поставил 16 вот дальше дальше чё еще я обязательно всегда у себя делаю я делаю размер табов 2 показывать вставлять табы место и показывать символы табуляции и чё а чё не показывает сейчас еще раз а вот шоу шоу вот вот так теперь смотрите файлик мод инфо здесь просто имя это имя мода которая будет это будет отображаться в нашей игре ну в зомбой когда мы запустим перейдем раздел моды дальше это картиночка картиночка по моему должна лежать не знаю где а вот здесь в корне должна лежать да у меня ее нету ну извините дальше это описание ну экзампл 1 и это айди мода cpp просто мод я правда не знаю должны ли совпадать имена папки и вот здесь наверное не должны есть это мод инфо да по нему ориентируется там уже наверное сама игра дальше смотрите чем я руководствовал вот здесь я оставил ссылки ссылки пройдя по которым вы можете посмотреть чем я руководствовался сейчас их все вставлю то есть это все доступно да в репозитории так 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 да у них есть документация но всех java функции и java объекта есть она ну список функций методов классов есть но она не документирована то есть не описано что она делает но на хорошее название функции или метода иногда говорит уже вместо там документации поэтому здесь в принципе все названо нормально можно догадаться или понять итак первое вот вот здесь я брал ну чего я начинал да вот первые шаги и и и и и и пошел да вот здесь тут все написано вот здесь создается функция дальше там короче по этой функции добавляется по моему топор а вот здесь описывается да мод инфо файлик дальше вот скрипт здесь создается ну функция так называется создается по нажатию клавиши типа добавляется топор какая-то ерунда и кемпинг это это короче тоже какая-то ерунда вот я до сюда дошел дальше не доходил будет время дойду то типа профессии свои можно создавать и и и и и и что-то там дальше короче вот на этом форме на этом сайте и на форме в основном все и крутятся да мододелы мододелы то есть я этим воспользовался так для создания самого первого примерчика а дальше я уже пользовался вот этой документации то есть позовики нет и дальше вот здесь описание всех классов и объектов которые доступны и так смотрите что у меня в моде есть у меня есть по left shift у если я нажимаю z ну shift левый shift и z это топор добавляю это кувалда это это какая-то это блин а это бензин это газ это шоколадка ну чтобы не помереть с голоду по правому шифту правый shift и буковка j я включаю и отключаю режим призрака то есть включил меня зомби не видят я могу очень много нести груза выключил зомби начинают видеть и все такое вот почему все такие клавиши и почему они не все потому что к примеру клавиша есть q по q игрок что-то кричит до зомби чтобы они шли к нему даже если я нажму shift q или alt q все равно будет отработка то есть в игре почему-то что shift q что альт q это одно и то же что просто вот поэтому оно не разделено поэтому вот я выделил вот эти клавиши но это в режиме single мод то есть мультиплеер этом по моему какие-то клавиши тоже задействованы дальше теперь смотрите 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 но в первую очередь да вот наш скрипт их может быть много насколько я понимаю вся фишка в том что вот вот есть ивенты 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 что такое ивенты вот здесь вот здесь по этой ссылочке можно посмотреть я так понимаю текущие ивенты в игре что такое ивенты но это какие-то события которые там главным движком но на которые на эти события можно нам скажем так подписаться и можем подписаться и и и и ну зависимость от события что-то там делать ну чё такое не надо так ну к примеру он тик давайте класс он тик вызывается каждый тик да но не советует использовать ее но эту функцию этот это событие потому что лучше каждую минут каждые десять минут и что-то обрабатывать потому что если каждую секунду грубо говоря будет вызываться дергаться ваша функция то какие-то проблемы с гарпич коллектором ну со сборщиком мусора вот вот ну это если вам очень надо соответственно соответственно на что я брать могу ну не могу а обязательно обращаю внимание первым делом вам нужно смотреть по этому событию параметры есть они или нет потому что ну давайте 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 блин к примеру вот кип о я не видел что есть такое но к примеру кип пресса то есть если вы уже будете подписываться на это событие выпад сейчас увидите как то нужно обязательно создать функцию который будет один параметр потому что если вы не создадите функцию с одним параметром а передадите ее к примеру сюда функцию без параметра то у вас попросту не будет обрабатываться ваше событие вы будете сидеть и думать а почему же не работает потому что поэтому нужно обязательно посмотреть сколько параметров и создавать аналогичную функцию сейчас мы к этому подойдем сейчас мы к этому подойдем теперь смотрите но к примеру вот у меня есть иванс он кей старт пресса давайте давайте его сейчас вот здесь найдем вот нажимаем и чё я вижу я вижу что написано есть один параметр хорошо вот как подписаться на это событие да когда будет нажито нажито только нажито клавиши потому что есть еще событие он пресс от вот это когда уже клавиша отпущен так вот когда нажито клавиша я подписываюсь вот таким вот образом то есть я передаю сюда имя своей функции которая должна вызываться когда будет только нажито клавиш давайте найдем ее вот здесь вот она соответственно вот у меня один параметр все честно и теперь у меня когда будет только нажито клавиша будет вызываться вот эта функция для чего она мне нужна я здесь написал такую функцию чек модифай кей старт пресс то есть я проверяю если какие-то модификаторы когда но при нажатии клавиши так вот если вот эта функция и вот здесь такие if и да и ok равно 42 то тогда левый shift нажат если 54 то правый shift если 26 то левый контроль правый контроль левый alt правый alt то есть как вы понимаете можно на клавиши повесить очень много всего то есть варьируя только там shift ами левым правым контролами и альтами откуда я взял вот эти вот значения вот вот эти а вот отсюда вот здесь есть константы и вот к примеру давайте shift shift найдем вот левый shift левый shift контроль f вот left shift у него значение 42 это константа да вот да вот 42 дальше правый shift 54 давайте найдем 54 ну и так далее дальше эти клавиши аналогично 44 давайте сразу я просто 44 нажму еще раз вот кей z то есть это клавиша z так вот когда я нажимаю клавишу left shift z у меня добавляется в инвентарь топор дальше добавляется этот кувалда газ не вот бензин газ и шоколадка то есть на разные клавиши дальше у меня есть еще одно событие подписался когда клавиша была нажата то есть уже отпущена здесь я здесь и где нам вот старт пресс от а вот кей прессы то я смотрю если левый shift был зажим зажат то я вызываю функцию left shift кей процессе если правый shift был зажат ну потому что я сейчас только на шифты повесил на но действие то вызываю обработку для правого шифта обработки вот не обработки вы сейчас увидите а вот же обработки дал левый shift и правый shift то есть если на правом шефте мне будут там включение всяких режимов а на левом шефте добавление там нужных и томов в рюкзак вот дальше дальше смотреть а дальше после того как клавиша была отпущена я проверяю модификаторы потому что вместе с там кроме shift z я отпускаю z а потом отпускаю shift соответственно мне надо снять этот шифт да вот здесь и проверяю чек модифайки и пресса если 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 кей это уже когда было нажито клавиша да если это был shift то он становится false потому что ну значит он до этого был нажат и знаешь до этого уже в труб выставлен дальше add items что такое add items эта функция с помощью которой эта функция которая здесь ничего не делает сейчас да она нигде не вызывается это типа с того примера старого ну с этого руководства это тоже ничего не делает это ничего делать это ничего не делать это я для тестов делал дальше смотрите он game start add ну давайте перейдем вот сюда не вот сюда найдем ее здесь так она без параметров и я вот сюда game start вот передаю функции без пара дальше она вызывается тогда когда игра уже ну стартанула или загрузится грузится или там сохранение завершено данном случае мне без разницы хотя надо было бы по-хорошему он game boot или лота ну-ка он гейм лот вы наверное вот это надо было да надо было вот эту функцию ладно не буду сейчас ничего менять но надо было короче что в этой игре и дело вызываю функцию и нет global переменных перед но и не цилизация глобальных переменных какие глобальные перемены у меня есть у меня есть же player и же player in инвентарь то есть есть сам объект игрока и его инвентарь и здесь я получаю но чтобы каждый раз не дергать потому что мне кажется каждый раз дергать глобальные функции которые будут там возвращать игрока ну чтобы не тормозило но мне так кажется я не уверен здесь возможно все и так с оптимизировано поэтому если я даже каждый раз буду дергать эту глобальную функцию то тут то может быть все будет нормально так вот что по этим функциям да где они смотри ну get play например это глобальная функция давайте посмотрим вот или вот вот global здесь вы можете клацнуть потом к примеру дерево или индекс или пэкаджи и вот здесь увидеть к иерархию класса оси с ивенты есть global object менеджеры какие-то куча всего есть тут у нас по алфавиту вы можете поискать нужные вам функции ну давайте вот здесь найдем get player тут ну get player а надо буковку же нажать сейчас вот контроль f вот get player это статический метод класса зомби луа луа менеджер global object давайте клацаем какие есть статические методы статические это означает что мы просто вот так вот можем взять и вызвать эту функцию разные разные из методы нам интересен get player вот мы клацаем и как вы видите здесь особо не написано что он делает но мы можем догадаться чем делает дальше можно узнать если это сервер к примеру количество активных игроков я так понимаю спокойно можно добавлять здесь своих игроков ну типа ботов и переключаться между ними вот то есть это можно попробовать добавить своих перекрыть то есть расставить их в разных местах переключаться между ними ну и все такое и это не пробовал так вот я получаю игрока давайте еще получаю игрока и он не возвращает объект вот такого типа iso player клацай на него то есть я вот так вот изучал шаг за шагом но как изучал просто смотри искал то что мне нужно я думаю вы понимаете да для чего я вам это все показывал чтобы вы руководствовались вот этой вот этой всей документации так вот вот не возвращается объект iso player то есть это уже игрок что я с ним могу делать мне нужен был инвентарь конечно же еще посмотрел в других модах как это сделано ну не в него многих у меня нет времени но подсматриваю и смотрите get inventory вот есть такая функция это у объекта iso player клацаем get inventory смотрим он возвращает объект вот этого типа и тем контейнер а а этот объект если мы на него классно мы можем посмотреть какие у него есть функции вот у него есть функции add item они разные он есть можно либо и там свой добавить либо по строке ну по имени либо еще что то ну и соответственно можно можно узнать емкость нашего инвентаря много всего можно узнать на самом деле по каждому объекту очень много функций которые нам доступны соответственно моддинг тут можно провести очень жесткий ну это не так легко принципе будет но и не так уж прям уж сложно так вот смотрите же play у меня хранит игрока а же player инвентарь хранит инвентарь игрока игрок мне нужен для чего для того чтобы для него устанавливать режим призрака смотрите вызов функции давайте давайте опять перейдем к игроку денаж iso player блин iso player вот и у него вы есть такая функция вот сет хост мод смотрите как вызывать у нас есть объект то есть в луа как это вызывается функция да не через точечку просто двое точи и вызываем какую-то функцию вот у нас сет хост мод то есть мы вызываем и устанавливаем флажок true или false если true значит игрок переключается в режим призрака если false то в режим ну то в режим не призрака обычно дальше вот есть сей функции давайте здесь поищем сей сей вот сказать что-то вот функция она принимает на вход строку это игрок говорит но это то что мы видим он сверху него там рисуется какая-то фраза это я здесь пишу что там мод ну режим включен и выключен дальше из хост мод а как вы видите это все функции которые я вызываю у объекта iso player вставлю не точечку как примеру в языке си плюс плюс а двоеточие вызываю функцию давайте посмотрим из хост мода вот из то есть про я делаю проверку ты в режиме призрака или нет то есть если ты в режиме призрака значит тебя нужно выключить если же нет наш не надо включить точно также по инвентарю у инвентаря объекта инвентаре и функции есть add item мы видели до этого ведь как найти какие есть и там найти их принципе не сложно я я себе кстати скопировал оригинал но вы в своих возможно вас зомбоиды уже там моды какие-то стоят на предметы но давайте пойдем к первоисточнику да вот туда куда установлено но если этого бунта вот сюда установлены все стимовские игры и идем steam дальше дальше я не помню дальше не помню наверно сюда стимовские стим стим апп common да вот project зомбоид project зомбоид медиа луа клиент не не тут медиа медиа блин где-то было это это было написано на вот здесь типа где найти все эти предметы сейчас 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 а вот медиа скрипт в медиа скрипт и вот items items радио там new items рецепты какие-то или еще но вот здесь можно пересмотреть она она типа в текстовом виде но тем не менее к машины какие-то он есть и о блин пицы какие-то есть ладно это все с этим всем на самом деле разбираться долго так вот я на всякий случай себе в репу залил основные да но по текущей версии игры и мы можем к примеру items открыть да ну давайте давайте откроем давайте я открою вот здесь open файл медиа так мне надо в мою репу пойти вот сюда вот сюда рыджинал ну к примеру items что же мы видим примеру я хочу добавить топор так отчет за изменения здесь были я не понял вот как я добавляю топор пишу бэйс . x бэйс . следжер хаммер ну кувалла как я это дело вот здесь я это нахожу вот item x то есть модуль бэйс и вне вне в нем и там x вы кстати можете здесь подкорректировать но я бы не рекомендовал лучше бы создать свои итемы и для них выставлять свои там характеристики потому что более менее все сбалансировано но в принципе можете да если 4 то уже по полной типа 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 где тут дур дэмэдж ну типа урон дверям да там тысячу поставить максимальный урон там тысячу минимальный тысячу ну я не знаю тысяча покатит нет может быть туда максимум в один байт значение короче с этим можете сидеть и играться так вот эти все это мы я находил вот здесь айтемс да вот нашел борис . экс бэйс . давать петро лкан так она и называется ищем 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 вот айтем петро кан кэн вот пропан танк уголь можно добавить и куча всего так 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 вот вот по клавишам я думаю тут поняли я подобавлял и там и здесь проверяем какие нажитые клавиши моем случае вот это все можно было бы не делать ну к примеру контроле и альт я пока только шифтами ну пусть будет и в принципе все они были на все не все вот так вот так вот так вот так вот инициализация глобальных переменных вот я про инициализировал и дальше как я включаю до режим этого призрака то есть вы можете посмотреть и посмотрите какие есть еще тут функции тут есть всякие функции сет не сет какой-то снекинг сет слип тайм это я поймала сколько спать сет drunk коз какой-то хрен его знаю точнее фиг его знает сет guard chosen вот это я понимаю можно подобавлять нпс каких-то и для себя их поставить и по я так понимаю не будут ну типа защищать не знаю это на пробу с инвентарем такая же беда до вызываю функцию add item и точно так же можно там по моему функции есть remove item это если делать что-то по типу каких-то этих точек где можно торговать да ты так поймала там можно ну на лу это все прописать типа через контекстное меню вот правой кнопкой там нажать ну короче то есть remove items я думаю там тоже есть и все такое вот и в целом-целом вот вот и все да то есть следующее как дебажится или отлаживаться то есть я обращаю ваше внимание что если вы где-то втыканули в буковке где-то неправильно что-то написали где-то забыли параметры к примеру кей старт пресса вы создали вот такую функцию но без параметра вот здесь у себя а передали туда то вот это ваша вызываться не будет что делать как дебажится ну 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 вот здесь у меня вот здесь у меня есть вы могли заметить вот такая вот штучка с помощью такой программки коктейл можно просматривать изменение в файле какой файл нам нужен нам нужен файл нам нужен файл сейчас я вам покажу какой так сейчас я отсюда выйду то есть tail f ну в linux она есть в windows и если вы пользователь windows то ничего страшного а вы можете поставить такое такую 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 программку даже не программку это цигвин и в цигвине цигвин это можно установить множество на всяких полезных программах юник 100 в их для windows до портированных и там можно и tail и греб и midnight commander вот как у меня бит на это ком команды вот этот много всего можно поставить так вот смотрите что делать дело в том что все что мы все что мы делаем а мы можем делать с помощью к примеру смотрите функции принт давайте так вот принт сделаем принт она печатает сообщение но в луа да первым у меня параметром здесь можно через запятую много параметров и они все будут напечатаны через пробел первым у меня стоит вот здесь лог тэг cpp просто сделал так вот так вот так вот чтобы дебажится вот у меня здесь комментарии были потому что я отлаживался до смотрел вызываются функции не вызываются если никакая функция не вызывается то скорее всего ваш скрипт не загрузился я сейчас чуть-чуть но покажу об этом так вот этот принт с помощью принта можно выводить всякую полезную информацию в консоль но она не уходит не в консоль а вот в такой текстовый файлик это текстовый файлик можно отслеживать на момент добавления новых изменений но давайте 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 вот так сделаем т и у ф консоль текст и и чё так а что такое где замбоит я же запускал только что сейчас 5 сек и до обновления хорошо что это не windows windows может и не спросить замбоит сейчас я его запущу сейчас я выйду с полноэкранного режима чтобы это было видно наживо ну там живу да так 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 сейчас где тут настройки разрешение поставим 1024 на 768 полноэкраны нет применить во во вот нажимом перейдем нашу консоль вот как мы видим tail f работает как только в в в в в логе том в консоль логе происходят какие-то изменения то то вот здесь мы это все видим так нажмем моды видите классного моды раз что-то ушло вот наш мод появился давайте попробуем его включить включаю и чё загрузился вроде же загрузился ошибок нету а он будет загружать давайте назад клад с ним так и давайте продолжить нажмем вот грузится грузится ну ошибок нет есть ошибки это не мои ошибки если ваш мод не загрузился здесь можно увидеть но так вы вряд ли увидите вы можете увидеть что ваш мод мод не загрузился по каким-то скажем логом вот мой лог cpp просто game start я там писал да их хост мод ну режим отключен да давайте его ну я кнопочку понажимаю видите вот уходит в консоль ну что я нажимаю да какие кнопочки давайте я сейчас включу режим этого призрака нажимаю shift и нажимаю же как мы видим хост моды енаблет он включился теперь у меня в инвентаре здесь полно всего вот потому что если я сейчас отключу давайте я отключу правый shift видите перегруз 2433 включаем перегруза нет ну и соответственно я могу быстро бегать так быстро бегать и давайте я добавлю топор shift z и он где то есть у меня этот топор но он далеко это я уже как видите сколько я вещей в режиме призрака насобирал это я хочу себе отнести ну мне так интереснее будет короче так где топор 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 опрс блин столько вещей их надо о так у меня их аж 8 штук взять в обе руки видите зомби меня не видит у меня режим призрака даже если я его долбану я по моему убил даже если долбану то ничего страшного не будет так давайте я а я не знаю где я кстати в режиме призрака мы двигаемся очень быстро я короче просто куда то зашел ладно ладно не будем так вот смотрите но фишка в том что вот это вот все вам может не надо не нужно определить что ваш мод загрузился можно к примеру по первому ну game start когда произойдет увидеть да ну свою запись тогда вы поймете что ваш скрипт ваш мод полностью загрузился если этого нету значит какая то проблема в скрипте я сейчас покажу как как на нее реагировать так вот как перезагрузить мод когда вы сделали какие-то изменения ну давайте смотрите еще раз посмотрим давайте еще раз посмотрим я понажимаю сейчас кнопочки тык 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 как вы видите что-то влог пишет ну влог в дебаге обычно никто в релизе не пишет чтобы игра скажем так не тормозила давайте это выключим да если я просто вот так вот сделаю ой вот так вот закомментирую и дальше понажимаю клавиши то ничего не произойдет что нужно для этого сделать нажимаем escape выход моды ну я делаю вот так выключаю назад сейчас она под тормозит вот под тормознула перезагрузила и захожу опять включаю назад сейчас она под тормознет о и нажмем продолжить вот сейчас мы видим кучу кучу всего начать игру во наш мод загрузился ошибок нет теперь понажимаем кнопки так включу-ка я режим этого призрака призрака как вы видите я кнопки нажимаю уже ой вот тут информации нет так вот так вот так вот так вот что делать по поводу вот этого всего мусора ну вы хотите отлаживать только свой код да и поэтому глазами ловить вот здесь кучу ненужной может быть информации вам ну не всегда будет удобно так вот как раз tail f в купе ну совместности с грэпом сделает может сделать очень хорошую вещь контроль shift insert вот здесь мы пишем мы пишем тот наш тег ну грэп да почему фильтровать по какому слову фильтровать а ну кто с грэпом не знаком тот почитайте что такое грэп потому что и так видео уже затянулось так вот смотрите а вот здесь файл надо указать мы берем файл это по-моему консоль текста и нажимаем вот так во теперь будет фильтроваться только по тем строкам которые новые будут добавляться в которых есть такое слово cpp просто давайте попробуем еще раз продолжить так нажимаем вот вы видите только вот это никаких логинг ничего не пришло давайте включаем режимы а не я их не пишу ну ладно смотрите не включим но у меня просто сейчас отключены все принты так теперь если вы допустили ошибку то что делать ну ошибку надо исправлять ошибку надо исправлять давайте я отключу мод и сделаем какую-то просто ошибку ну реально ошибку ну вот так вот забыли буковку а к примеру забыли буковку а включим наш мод чё продолжим так нажимаем а чё загрузилась чё то я не понял а как так нет я сейчас закрою короче что-то произошло а почему я здесь сделал ошибку это наверное тогда надо полностью перезагружать давайте сейчас я попробую еще раз для чистоты эксперимента удалим файлик но он его все равно заново создает и он обрезает ну очищает его но давайте для чистоты эксперимента так консоль запустим TL должна быть ошибка я же сделал я же сделал так моды включен продолжить так и чё по идее должна быть вот такая запись если все хорошо быть такого не может быть такого не может быть такого не может я же ошибку сделал ну я все там вроде замбоет вот а ну-ка консоль так давайте я открою вот здесь этот файлик а может быть ошибка есть но дело в том что все равно этот иван срабатывает сейчас сейчас проверим быстренько вы уж извините что видео уже такое долгое но дело в том что вам это нужно будет так так когда грузится тут обычно можно найти информацию об ошибке давайте поищем additems.lua вот нету загрузилась нормально 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 давайте сделаем посерьезнее ошибку это очень странно давайте сделаем вот такую ошибку просто плеер вот ну последняя попытка если не получится то тогда уж извините но вы короче в этом консоль текст сможете найти причину да сможете найти проблему почему ваш игра ну ваш мод не подгрузился ну будет странно если сейчас все будет хорошо начинаем игру о что мы увидели этой записи нет все наш мод не загрузился по каким-то причинам и причина это ну какая-то ошибка какая ошибка идем в наш консоль текст и ищем 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 наш файлик ну желательно ну я вот так вот ищу так раз раз а вот ошибку мы нашли смотрите вот сразу runtime exception какой-то и вот из хост мод д нон тейбл ну 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 но она сразу пишет в линии 162 если мы перейдем к линии 162 надо номера линии включить вот шоу вот 162 в чем проблема в том что плеера нету а вот этой функции короче эта функция не была найдена соответственно в в этом вот здесь вы можете найти да где ошибка где вы про втыкали потому что бывает буковку втыканул не дописал либо подчеркивание либо еще что-то и смотришь мод не загружен поэтому я рекомендую к примеру даже в геймстарте писать что ну это я написал что хост мод десейбл но вы можете написать что мод загружен если записи нету значит вы понимаете что где-то вы втыканули ну на сегодня все видео и так я так понимаю уже очень длинное давайте посмотрим а не 49 минут а нормалек можно было еще на часик засидеть короче вот вот эта информация что я выдал если вы к примеру еще не знали как создавать моды для проекта зомбоя то я думаю вот это все вам уже поможет постепенно рыть и я вам крайне советую не спешить то есть шаг за шагом вот так вот в таком режиме создали добавили топор потом убрали топор потом еще вот так вот не спеша делайте не надо сразу строить амбициозные планы и пытаться сделать какую-то карту новую карту с какими-то зданиями нет вы не спеша делайте и тогда у вас все получится потому что вы будете понимать как это все работает знакомиться с новыми функциями и так далее ну это такой совет поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайк и комментируем всем пока всем пока